Тяжелая неказиста жизнь 11-ти классника. Выпускница Дарья даже на прогулку ходит с портфелем и учебниками. Потом сразу на дополнительные занятия. Ученица выбрала литературу из списка необязательных предметов. Запалы по нему волнуются. Хотя рассказывает, больше волновалась за президентское сочинение, новинку года. Эссе уже написали, теперь оно официальный допуск к ЕГЭ. Набрать школьникам нужно определенное количество баллов за грамматическую и смысловую части. Список тем давали за полгода. Даша, например, писала о 70-летии победы в Великой Отечественной войне. Заработала высшую оценку. Это было первое нововведение, которого мы не ожидали и которым мы усиленно готовились. Буквально за полгода мы должны были хорошо раскрыть все темы, которые были предъявлены в этом году. Во-первых, это допуск для сдачи официальных и государственных экзаменов. Это первое. Во-вторых, выпускникам позволит иметь 10 где-то баллов при поступлении. Собственно, это преимущество для выпускников. И поэтому каждый был заинтересован, как можно лучше написать это сочинение. На этом новшества не заканчиваются. Например, в экзамен по английскому языку добавили устную часть. В 2015-м она пока по выбору дает дополнительные 20 баллов. Из теста заданию брали часть А с выбором ответов. Интуитивно угадать правильный уже не получится. Ну и обязательный экзамен по математике также изменили. Особенностью является разделение ЕГЭ по математике на два уровня. Базовый и профильный. Базовый уровень, в принципе, достаточен ребятам только для получения аттестата. Либо если они планируют поступать в вузы, где нет в перечне экзаменов, в профильной математике. Если же выпускник планирует поступать в вуз, где в перечне испытаний числится профильная математика, то, соответственно, сдать ему нужно математику на профильном уровне. В этом году сдавать ЕГЭ будут около 5000 красноярских школьников. Обязательны по традиции русский и математика. Остальные 14 предметов по выбору. Самым популярным стал экзамен по обществознанию. Его сдадут 63,5% школьников. На втором месте по популярности физика 27%, на третьем история 21%. А вот самый невостребованный экзамен по французскому языку. Во всем городе его напишут всего 4 человека. Традиционно красноярские результаты ЕГЭ – одни из лучших в стране. Специалисты говорят, здесь помимо знаний важен настрой ребенка. Май-июнь у нас всегда такие напряженные. Тут уже, собственно, ЕГЭ или просто экзамен. Но все равно это очень для ребенка, правда, стрессовая ситуация. Совет родителям – поддерживать ребенка, обеспечить ему полноценное питание, следить, чтобы он не переутомлялся, кроме них никто не заметит состояние ребенка. И поддерживать его, повышать самооценку. И не надо, ну не знаю, так нагнетать, что вот все, если ты не сдашь, то, собственно, ну куда ты дальше пойдешь. Вне зависимости от результата, адекватно отреагировать ребенку в любом случае поддержка нужна. По статистике, около 60% российских школьников боятся ЕГЭ как огня и мечтают, чтобы его отменили. Например, на прямой линии с Владимиром Путином питерские выпускники просили президента убрать ненавистный экзамен и вернуть старые добрые билеты. Глава государства дал понять – это вряд ли. Количество молодых, талантливых людей из провинции в гораздо большем объеме поступают в ведущие вузы страны при вот этой системе оценки знаний. Там есть, безусловно, и свои минусы. С ними будем разбираться, уверил президент. Ну а пока первое испытание ожидает учеников 11 класса уже 25 мая. Ни пуха, ни пера.